23 мая 2012 года. Тедекс-сообщество Сибири. Центр маркетинга территории Кузбасс. КузГТУ. При поддержке Кузбасской топливной компании представляют первую Тедекс-конференцию в Кемерово. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири подарят идеи, достойные распространения. Успешные стартапы, карьера и лидерство. 23 мая в Кузбасском технопарке. Подробности на TEDxKemerovo.org. Кузбасская топливная компания. Энергия будущего. Здравствуйте. Моя тема. Моя тема звучит «Игра вместо работы». Да, ну, тема звучит «Только там человек, где целиком, где он играет». Ну, след за Йоханом Хэнзингой, голландским философом. Сто лет назад я готов повторить «Я человек играющий», «Хомо Люденс». Сто лет назад это явилось открытием для человечества. Теперь это у всех на слуху. Жизнь игра. Все люди у него актеры. Вроде бы, да. С другой стороны, я предложил бы посмотреть, начать с такой небольшой истории. Как-то раз один известный знаменитый актер Михаил Чехов, который прекрасно играл в бильярд, встречавшись с другим великим человеком, Евгением Вахтанговым, известным режиссером, предложил ему сыграть бильярд, научить его. Тот согласился, они стали учиться. Ну, через какое-то время Вахтангову все надоело, ничего у него не получалось. И он сказал Чехову, знаешь что, давай так, я сейчас сыграю в том, как играют в бильярд. Ну, это был русский бильярд, знаете, большие шары, узкие лузы. И объявив это, следующим шагом он 9 шаров подряд забил в одну лузу. Это исторический факт. Все были, естественно, в шоке. Ну, пример иллюстрирует что? Что человек в состоянии игры возможен выйти за рамки, собственно, самого себя, в том смысле, что самого себя, того, как он сам себя представляет. Да, давайте, следующий. Шилер сказал, только там человек целиком, где он играет. То есть проявить все грани, в общем, своей личности. Давайте дальше. Мое открытие, да. Некоторое время назад я проанализировал, в общем, причины успешности своей личной в жизни. И, в общем, сделал такой вывод, что моя успешность, может быть, не все причины, но одна из причин заключается в том, что почти все, что я делаю, я делаю играя в это. И, собственно говоря, прогресс, о котором, который я сегодня привожу в качестве примерной компании, которая полностью 16 лет в этом году, только один из примеров. Есть, были и есть и другие бизнесы, мною начатые, они работают. Я играю в театре. Не постоянно, но ставлю с друзьями. Вот шесть постановок поставлено, сыгранно. Я играю, сочиняю музыку. Ну и другие, ладно, не важно, там, пишу книги, увлекаюсь живописи. Есть интеллектуальные игры, которые мы играем. Вот. Поэтому, в общем, все, игра помогает мне быть успешным. Давайте дальше. Да, хочу сказать, что я хотел бы сказать, что основной бизнес-процесс, то есть почему я привожу игру как пример, да? Принято считать, что работа, вещь некая такая скучная, занудная, нужно напрягаться, нужно мотивировать, контролировать, там, и так далее. Если работа организована как игра, то, в общем, это ничего не нужно. Для того, чтобы работа была организована как игра, я утверждаю, что основной, по крайней мере, основной и прилегающий к нему бизнес-процессы должны быть организованы по игровому принципу. Тогда работа станет игрой. Вот. У нас в прогрессе это так. Вот. Давайте следующим. Ну, в обычной, здесь иллюстрация, которую я хотел сказать, что в обычной жизни, в обычной жизни, в обычной работе, для того, чтобы контролировать, планировать, мотивировать, работать с лояльностью, подводить итоги, анализ, снова выходить в начало бизнес-процесса и так его крутить, нужен снежный ком от всех этих процессов. И пройдя от начала до конца бизнес-процесс, мы видим, что нам, выходя на начало, нужно еще добавить во всех прошедших пунктах, усилить контроль, увеличить лояльность, усилить, добавить мотивацию. И так пройденная работа, прождать новую работу. И так этот снежный ком растет, 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 пока не достигнет абсурда, там, точки рентабельности, и так далее, и развалится, в общем. Поэтому давайте дальше. У нас всего этого нет. У нас нет контроля, нет планирования, нет разбора, системного разбора конфликтов, нет дополнительной работы, которая порождается работой. Все работают сами. Мы изменяем только правила игры. Давайте дальше. Да, при совершенствуем игру, все играют сами. Да, выбери. Положен игру, отлично, давайте дальше. Вам расскажем. Да, игра, в общем, в работе сборится многими. Я хотел бы сказать, что разница, например, всем известно, многим, да постарше известно, в советские времена было социалистическое соревнование, в общем, при этом, которое никогда не было основой бизнес-процесса никакого. Да, это было некое соревнование, которое что-то стимулировало, там, где-то на уровне, там, престижа района, престижа того или иного предприятия, или еще что-то, престижа, там, цеха рабочего, но не была. Основа всегда была, игра была дополнением к основному процессу. Об этом мы не говорим, я не считаю это игрой. Или, например, учитель в классе или в институте предлагает студентам или школьникам поиграть. Это развлечение или переключение, или отдых. В данном случае я считаю, что это не игра. Все равно это работа, и мы говорим о другой игре. Давайте дальше. Да, ключевые сотрудники в прогрессе, их около 40, с ними, конечно, и топ-менеджеры, они играют основную игру. Что они делают? В общем, как ни странно, задача у них, например, такая. Пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, преврати это в продукт, грубо говоря, продай этот продукт, подведи итоги, планируй новый продукт. Как это все происходит? Я не знаю, это их вопрос. Это их вопрос. Вот. Такие там примеры, не знаю, как-то телевизор смотрю и думаю, «Прогресс» работает 15 лет, и вдруг, это было год назад, и вдруг, значит, я слышу, семинар по спорту проходит, я думаю, почему мы по спорту не работаем? Звоню топ-менеджеру, говорю, надо нам со спортом работать. Как у нас 40 отраслей промышленности есть, там транспорт, медицина, образование, фармацевтика, а спорта нет. Он мне говорит, ты что, упал, мы 5 лет семинар по спорту проводим. Это не мой вопрос. Все организовано, они сами ищут новые темы. Да, или, например, поехали сотрудники в командировку в Москву, я говорю, как съездили? Они говорят, ну, полный ноль. Но в купе с нами оказались два человека, там, с химического предприятия, мы приехали с 5-ю программами семинаров из Москвы. По дороге спланировали работу на полгода вперед. Поэтому это может быть в командировке, это можно на пляже. То есть человек, он все время играет, ключевой сотрудник, кто ни с ним рядом не оказался, говорит, а я там, а вы где, вы в чем специалист? А я в том-то, а я в том-то. Так, 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 подробнее все. 20-30 минут на коленке может быть сделана программа семинара. Это уже рыбопродукты, которые могут быть проданы. Таких семинаров у нас около 2000. Количество, в общем, нарастает. Вот, сами того не желаем. Мы буквально за 2-3 года начали работать в 96-м году. В 99-м мы были уже лидерами рынка страны. Давайте дальше. Ну вот, такое чудо архитектуры. Сантьяго Калатраво, я недавно был в Валенсии, в Центре искусств в Испании. Он, человек с уникальным игровым сознанием, сказал, нельзя человеку научить архитектуре, человек может научиться архитектуре. Я утверждаю, что человеку игре научить нельзя, игре человек может научиться. Поэтому, в общем, давайте дальше. Следующий слайд, это такие вот феористические комплексы. Дальше это Валенсия. И дальше, и дальше. Сантьяго Калатраво по всему миру построил кучу уникальных комплексов строительных, сооружений, мостов, зданий. Это вот уникальное соединение игровой мысли и инженерно-технических решений. Мой друг архитектур, с которым я был в Валенсии, он говорит, у нас, он говорит, я вот постоянно строю, что-то в Петербурге. У нас люди, говорит, балкон не могут подвешенный построить 2 метра. Потому что строители говорят, это невозможно. А приезжаешь в Валенсию, 200-метровые бетонные перекрытия, 200 метров висят в воздухе, и ты под ними гуляешь. Как это происходит, не знаю. Я уверен, это игра. Это игра сантьяго Калатраво. Давайте дальше. Ну, иллюстрация, в общем, о том, что такое основная работа менеджера. Ну, если среди вас наверняка многие сталкиваются и знают, такое работа менеджера. Это вот бесконечные процессы, которые порождают новые процессы. В общем, скучно, грустно и туманно дали. Ну, и менеджмент. Менеджмент улучит. Или здесь переговорят менеджмент. Учит долго, малоэффективно. В игре человек учится быстро и сам. Поэтому давайте дальше. Да, хочу сказать каждый раз, как первый раз. Хитрость и секрет. Правила игры общие. Каждая игра уникальна. Вступая в игру, в этом и... Как это сказать? Фишка игры в этом ее... Безумная привлекательность для любого человека. В том, что она каждый раз, как первый раз. И еще хочу вот какую-то формулу придумать, пока сюда ехал. Немногие любят, немногие умеют и любят работать. Но все умеют и любят играть. Поэтому мне кажется, это интересно. Да. Ну, иллюстрация 37-23. Значит, магия чисел. Такое анекдот хочу рассказать. Вот женщина приходит в казино, ставит на 23. Трижды раз подряд в рулетке. Выигрывает 100 миллионов долларов. Казино банкрот. Директор казино говорит, ну, объясните, как так вообще? Три раза бы на 23. Почему? Она говорит, очень просто, магия чисел. Говорит, ну, какая магия? Понимаете, я живу в квартире номер 7. Я сюда приехал на автобусе номер 7. И сегодня седьмое число. Говорит, ну, а в чем секрет? Я в связи такая. Ну, как 37-23, магия чисел. Очень просто. Иллюстрация, о которой я хотел бы сказать, что прогресс у нас 40 ключевых сотрудников, каждый из которых ведет, ну, от 15 до 20 тем. У каждого из которых есть свой секрет, своя магия чисел, как он добивается результата. Правила игры общие для всех. Ну, если 40 человек опросить, они вам рассказывают 40 магий разных 40 чисел. 40 способов. Никто из них не приблизится даже к истине. Потому как он на самом деле это делает, я не знаю. И он не знает. Он только предполагает, более-менее ближе или дальше к правде. Ну, то есть, можно называть это интуицией, можно там, боже, промыслом, как угодно. Ну, вот, я думаю, что и я даже не пытаюсь это понять. Я только попытаюсь, я умру на первом же сотруднике. Ну, вот, давайте дальше. Ну, значит, я не пытаюсь понять. То есть, некий процесс, вот, что они делают, это некая коробочка такая, ящичек, в котором сидит некий барашек. Такую теперьи. Так, когда маленький принц спросил летчика, нарисуй мне барашка. Вот нарисовал барашка. Он говорит, нет, это такой-то слишком худенький. Нарисуй мне другого барашка. Нарисовал другого. Нет, это взрослый баран, у него даже рога есть. Нарисуй мне другого. Нарисовал, это какой-то старый и грустный. Нарисуй, ну, летчик тогда нарисовал вам коробочку, сказал, вот здесь сидит тот барашек, который тебе нужен. и принц был удовлетворен я хочу сказать я тоже ставлю задачу на входе мне интересен задача на входе результат на выходе что в этой коробочке это дело лично каждого человека я не лезу в эту коробочку он сам делает что ему надо как ему надо ему нужно нравится коробочка условия рамки задач рамки игры игры даже не задачи игры а так он играет его дел давайте дальше мы еще такая вот простая вещь разные аспекты у игры есть да вообще у всех игр очень много очень много теорий игр я хочу сказать что то что свойственно и почему я утверждаю что мы играем прогрессии других моих делах потому что и у нас такая вещь простая выигрыш всегда неоспорим вот бизнесе часто строя бизнес-процессы менеджеры разбирая говорят вот на первом этапе ты был успешным а на втором мне кажется ты недостаточно а сотрудник будет и нет я как раз вот первым был неуспешным начинаются сборы то здесь был результат а здесь его было недостаточно здесь его было избыточно в нашем случае ничего такого нет результат либо есть либо нет либо ты выиграл либо проиграл сужу не я судят правил игры и они неоспоримы и всегда очевиден и он просто давайте дальше принято считать что в работе эмоции азартность наносит вред с ними борется контролирует подавляем там да и так далее мы считаем что это не то что полезно это необходимо если человек не заразился желанием играть если он не включился он не наш он просто даже не подошел поэтому я особо не выбираю ключевых сотрудников нужно заманить активных людей с активной жизненной позиции среди них много совершенно разных людей есть директора заводов и главные технологии есть люди с огромным жизненным опытом а есть домохозяйки домработницы просто мамаши многодетные которых ноль опыта они работают не менее эффективно более того знание профессиональные знания в той области в которой они решили заниматься например разработкой программ я утверждаю мешают всякий специалист попав на свою территорию различать рыть вглубь в то время как нужно снимать ровно то что нужно и сколько нужно и ему понятно в рамках вот этой игры но ни в коем случае не углублять свои профессиональные знания да у меня одна сотрудница ушла в библиотеку получив задание будучи доктором биологических наук получив задание предложение разработать программ по строительству в одной из программ по строительству ушла в библиотеку и исчезла на два месяца я думал что она умерла вышла зеленая ты говоришь ты где была теперь я эксперт по строительству все равно то же самое надо было сделать но за два часа вот есть у тебя два часа либо сделал либо не сделал либо ты включился в игру и начал рыть либо не включился давайте дальше для этого нужно назад ну вот некая такая диаграмма где по горизонтали бизнес-процессы про которые я говорил контроль там стартап развитие лояльность мотивирует мотивация которые в общем у всех есть с любым из этих пунктов всегда проблемы производством занимается но любой работы по вертикали я перечислял бы компетенции например там разные знания и умения человека который в каждой работе должен быть тоже набор и он тоже растет и мы не разбираем ни по горизонтали не по вертикали у нас по горизонтали бизнес-процесс берется целиком по вертикали если перечислять компетенции ключевых сотрудников той самой бывшей многодетной мамаши но она ею осталась а теперь она стала ключевым сотрудником начинают эксперты разбирать компетенции этого человека вот университетские эксперты и разные и говорят так не бывает не совмещаются компетенции столько компетенции в одном сотруднике либо вы урёте либо у вас работают гений я в общем гений конечно много для денег как-то многовато до 40 денег но в общей сложности их вот за 15 лет было 150 там по разным обстоятельствам люди разъезжаются вот спасибо дальше да ну я говорил мы не учим сотрудников они учатся сами да дальше можно ну конечно нужны правила окончания игры иначе люди заигрываются в общем заигрываются до того что как называется междоусобная конкуренция за право игры за право играть может доходить до убийств вентуальных там ну таскание за волосы по коридору офиса такое уже было когда-то да мы с этим поборолись в общем конфликт это повод для изменения правил они повод для усиления контроля систем разбора там просто изменение правил давайте дальше ну и конечно его величество результат мы в общем как сказать в театре и там в музыке и в кино и других я играю благотворительные благотворительности я тоже играю с другими целями здесь результат результат наш в течение 13 лет мы лидируем на рынке страны 20 тысяч человек ежегодно свободно мы не пилим никаких бюджетов не нас не поддерживает ни газпром не никакая государственная структура за всю историю прогресса мы не брали ни разу никакого кредита не входили никакие ассоциации вот лидируем но более 20 миллионов долларов в оборот ну вот такая 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 она сыграла и дальше да в общем спасибо за внимание а что-то первый вопрос чего начали играть здесь такой есть такой ответ просто попробовали ничего больше я у меня 200 с лишним сотрудников каждый сотрудник умнее меня точно совершенно я не эксперт я просто предлагаю людям попробовать смотрю как они так они взаимодействуют в тех правилах игры которые я задал дальше я смотрю в чем не совершенство правил поэтому просто я увидел в этом игру в том что делалось в государственной системе то что называлось бизнес обучением бизнес-семинаром там 17-18 лет назад я увидел в этом игру предложил людям сыграть и то что было скучно вяло нерентабельно неинтересно вдруг выстрелило пришли сотни тысяч людей у нас еще полторы тысячи докладчиков со всей страны у нас 500 до 700 клиентов только из кемерово приезжает нам ежегодно поэтому начало начало было просто попробовать попробовать попробовали получилось дальше мы стали вот играть картинку игры ну я я говорю я рассказываю здесь про игру в которой мы играем игр много на самом деле я не хочу приводить вы знаете эти примеры больше лучше меня есть не знаю ночной дозор знаете да вот если я ночью иду по петербургу и вижу какую-то машину едущую со свистом с тормозами и справа от водителя сидит человек с ноутбуком и лицо подсвечено я понимаю что это ночной дозор вот есть такая игра не знаю если она у вас у нас в петербурге вот и в москве две столицы вот там две-три тысячи человек каждую ночь носятся по городу у них там какие-то задачи они все вдохновлены вот такой пример или все знают игру мафия я в нее не играю но я знаю вообще сутками не выходят из помещений просто сутки там даже денег особо нет мотивации но такой пример от моих тысячи ну и служба персонала который на этом собаку съела вначале я просто выходил вот на такой аудитории предлагал всем желающим и вся кто приходил я предлагал делать первый шаг после первого шага половину уходила потом предлагал делать второй шаг еще половина уходила но как правило собирали первые там пять лет я собирал аудитории примерно двадцать-тридцать желающих и из них через месяц оставалось пять человек которые начинали работать пять игроков собственно говоря вот так просто отбором в процессе игры давайте вот сыграем раз твой мне не я не согласен у вас какой-то новый маркетинг я бы хотите докажу нет не мне все ничего интересного ушел человек просто те кто остался я думаю мое рождение послужило обстоятельствам которые я начал играть в этом бизнесе мы начали играть 16 лет назад но я вот в армии траншей копал и мы поставили вот инженерная такая была бригада хабаровский служил вот на амуре поставили задачу лопата копай ну просто так копать не интересно я покопал час я сейчас умру потому что там не нужно петь плясать играть там фантазировать сочинять но я сочинился я пою разную одну и ту же песню измеряю сколько я за эту песню прокопаю вот если песню эту спел то я прокопал 3 метра спел другую песню продолжительность такая же но эмоция другая я прокопал меньше или больше вот такую всю игру придумал спас везде везде в день ищутся везде везде вчера вы старались на поле гениальная девчонка да вчера мы старались вот у меня такая игра поскольку я в игре смотрите как вас зовут елена смотрите поскольку я в игре если сейчас игра по поиску сотрудников это игра моей службы персонала поэтому куда бы они не пришли они всех людей принимают в этой игре поэтому увидев любого человека кажется что-то в нем есть он мог бы быть этим сам так ну-ка расскажите а вы чем занимаетесь а работу не хотите поменять а не хотите начать жить интересно вот мои сотрудники спрашивают они меня тут пятидесятилетиям две недели поздравляю назад они горят мы не знали вот эти ключевые мы не знали что такая работа бывает и кучу вы меня до этого не горит у нас прогрессит не работа это мечта какая-то поэтому надо найти человека который зацепится вот ему чуть-чуть рассказать и он они везде я говорю домохозяйки и директор завода или чиновник не важно сама жизнь на это находит а еще кто-то хотел спросить как с вами поиграть можно ну есть сайт cnt и прогресс наберете там есть тоже там несколько десятков тысяч ссылок можно приехать к нам приехать к нам на семинары на наши кто-то здесь из аудитории был у нас на наших семинарах прогрессе уже более там 200 тысяч человек у нас за 16 лет побывало приезжайте к нам приедете позвоните мне напишите мне заранее мы встретимся я вам предложу на выбор разные варианты разные варианты ну и есть еще и всякие интеллектуальные игры которые мы играем с друзьями это не коммерческие проекты часть огромная часть игр это благотворительность в том числе с особыми детьми у меня много проектов есть сейчас новая организация благотворительность создается особые дети наша тема мы с ней тоже работаем больше десяти лет это уже повод для этого надо будет встретиться да 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 я я у меня есть серьезные намерения с вами пообщаться поиграть еще вопросы спасибо 23 мая 2012 года тэдэкс сообщества сибири центр маркетинга территории кузбасс кузгт у при поддержке кузбасской топливной компании представляют первую тэдэкс конференцию в кемерово спикеры из москвы санкт-петербурга и сибири подарят идеи достойные распространения успешные старт апы карьера и лидерства 23 мая в кузбасском технопарке подробности на тэдэкс кемерово.орг кузбасская топливная компания энергия будущего субтитры создавал DimaTorzok